Здарова, бандиты! Короче, вопрос такой. Как вы думаете, что общего между GTA Online, RDR Online, Skyrim, ну и серия свитка в целом, и Fallout? Пока вы смотрите заставку, пожалуйста, придумайте, что между ними общего, и я расскажу в этом ролике. С вами Готика, Готика и Сократ. Готика, Готика и Сократ. И скажу, что в этих играх можно играть от первого лица. Да-да-да. Но в силу того, что в Fallout, пускай даже 76-й, 4-й, неважно, мир прекрасен и удивителен по-своему, по-своему. Не исключено количество багов и так далее, я обсуждаю именно визуальный ряд. И там можно играть от первого лица. В серии свитков тоже самое, можно играть от первого лица, мир прекрасен, удивителен. В 2011 году много времени на это потратили, на изучение всего, правильно? Правильно. В GTA Online, к сожалению, мне не очень понравилось играть от первого лица, потому что вождение автомобиля подразумевает под собой ощущение этого автомобиля. Я не чувствую машину с боков, мне не видно, что там слева-справа, зеркала не работают. Если бы эта функция была реализована, безусловно, всю игру бы я уиграл от первого лица. Ну так вот, в RDR мне, по сути дела, не надо ощущать, что там слева от лошади или справа от нее. И по-своему я увлекаюсь этим миром и изучением его, играя от первого лица. И графика здесь, ну прям реально кайфовая. И я хотел бы сказать вот что. Почему мы не ценим эти нюансы, эти мелочи? Как проработан мир от первого лица? Мы видим себя, видим ноги, видим руки, видим сигару, бутылку, стрельба. Классно и реализована. Конечно же, играть в таком режиме постоянно невозможно. У меня, по крайней мере, начинают болеть глаза и голова в целом. Потому что если вы упали с лошади или еще что-то случилось, кто-то вас там скинул, поймал на лосовую, будь видит все от первого лица, как это происходит, кувырки там, тряска камеры и так далее. И действительно, это усложняет обзор и восприятие этого как такового. Но в этом тоже есть своя прелесть. Действительно, вы пробовали вообще это сделать? Если да, напишите ваш опыт в комментариях, понравилось, не понравилось. Сейчас, на данный момент, я прохожу миссии ПВЕ с ботами. И участвую в общей сессии по доставке товаров, самогонщиков, играя от первого лица. Пытаюсь привыкнуть, чтобы глаза привыкли к этому. Потому что действительно очень сложно, особенно за скриптованные действия. То есть вам надо куда-то сесть. Камера, она все-таки больше от третьего лица фиксирована. И вот эти заскриптованные действия, они прям действительно очень сильно давят на глаза. Но во всем остальном, изучение мира, посмотреть, как горит огонь, как течет вода, поиграть в покер, попить пивка, даже подраться в ближнем бою, доставляет мне больше эстетического удовольствия, чем вид от третьего лица. Я очень люблю эту игру за ее возможности и функционал вот этих мелких фич. Да, то есть анимация попить пивасика, содрать шкуру, залезть на лошадь, сорвать цветочек, перезарядка оружия. Да вообще все это, чистка оружия. Вся анимация, все эти мелкие детали создают идеальную картину восприятия визуального ряда. И поэтому я хотел бы попросить вас, чтобы вы попробовали поиграть от первого лица, и, соответственно, потом сказали, насколько сильно поменялось у вас ощущение от геймплея. Далее, видеоряд не будет совпадать с тем, что я буду говорить. Включите воображение, потому что записать я не смог, но я думаю, что вы с этим встречались. Встретил людей, европейцев, которые на английском общались между собой, в Валентайне, были одеты, как подобает стилю, ходили по городу медленно, ходили в бар, курили сигару, общались, спрашивали у обычных игроков, ты куда идешь, типа, будь вежливым, осторожным, не бегай и так далее. Я не знаю, в какую часть РП они себя включили, но со стороны от первого лица это было приятно наблюдать. Совершенно по-другому смотрю на людей, которые проходят мимо меня, и не знаю, что от них ожидать. То ли это гриферы, которые начнут нападать, а я играю от первого лица, и там, пока переключусь, пока то-сё. Не могу понять, будут ли у меня стрелять сзади или не будут. Но все равно, тем не менее, ощущения от игры у меня обострились, скажем так, обострились. Советую попробовать, советую. Рекомендую от себя лично и от клана Готики. Не настаиваю ни в коем случае, это чисто по желанию, но напишите, пожалуйста, ваш отзыв относительно этого. Пробовали, не пробовали, понравилось, не понравилось. А вместе с тем с вами была Готика, у микрофона был Сократ, и всего лишь поделился с вами своими мыслями. Продолжение следует...